Сельхозпроизводители юга страны вывели свои тракторы на дороге в знак протеста. Чиновники в Кишиневе не отреагировали на их просьбы. Тем временем у фермера из Лиова наводнение смыло весь урожай из его амбара. Смотрите специальный репортаж на пятом канале. Приехали, сфотографировались, переложили на наши плечи очередные 300 миллионов еврокредитов и улетели. Зачем в Кишинев приезжали 65 иностранных делегаций и что думают люди об этих визитах? Расскажем в выпуске. Будет ли наказана преподаватель, угрожавшая русскими танками, если молдаване не проголосуют за референдум, предложенный Майей Санду? Что говорит по этому поводу министр просвещения? Узнайте из нашего репортажа. Два страшных преступления потрясли сегодня страну. В Каушанах мать убила своего пятилетнего ребенка, а затем попыталась покончить с собой. А в Кишиневе девочка-подросток заявила полиции, что убила мужчину. Фермеры с юга страны вышли на акцию протеста. Они выехали на тракторах на трассу Кишинев-Кагул, недалеко от села Андрушул-Дижоз. Аграри разочарованы отношением властей к кризису, в котором они оказались. Они говорят, что оказанная помощь не решает и половины серьезных проблем, с которыми они столкнулись. Одно из основных требований протестующих, чтобы закон, согласно которому платежные обязательства фермеров перед кредиторами могут быть приостановлены сроком на 6 месяцев, был приостановлен и пересмотрен. Не собрались, потому что на днях в спешке было принято одно решение, которое никак не устраивает сельхозпроизводители. И поэтому мы требуем немедленно приостановки вот этого закона пересмотрение, обсуждение, публичное обсуждение этого проекта. И принятие необходимых мер для того, чтобы улучшить немножко ситуацию, в которой сегодня находятся все сельхозпроизводители. Фермеры обратились к президенту Майя Санду в надежде, что она поможет в решении их проблем. За моей спиной стоят все те, кто голосовал за вас, госпожа Майя Санду. Те, кто получал штраф и боролись в прямом смысле этого слова. Они надеялись, что у нас будет президент, и они были рады, что у нас есть президент, который изменит лицо страны. Теперь наше будущее в ваших руках. Госпожа президент, покажите, что вы остались той, за кем мы шли и за кого мы голосовали. Отметим, что этим летом аграрии из южных районов страны уже обращались к президенту Майя Санду за помощью, которой так и не дождались. При этом в ходе предвыборной кампании в 2020 году Майя Санду выражала обеспокоенность ситуации в сельском хозяйстве и положению фермеров, пострадавших от засухи. Она обращалась к действующему тогда премьер-министру Иону Кику и к парламенту с требованием принять срочные меры. Точно такие же, как сейчас аграрии просят у самой Майя Санду. Исполнительный директор Ассоциации Форца Фермерелор Александр Бадыреу заявил, что и регламент о распределении помощи в размере 100 миллионов леев и специальный закон в связи с засухой 2024 года были разработаны без участия фермеров. Получается, что у тех 20% фермеров, которые подпадают под действие этого закона, долги будут отсрочены на 6 месяцев. Это значит, что мы вернемся к этой проблеме весной. В течение этого периода другие фермеры, не попадающие под этот закон, будут абсолютно наказаны кем угодно, банками, поставщиками ресурсов. И как только эти 6 месяцев пройдут, все фермеры единогласно поймут, что и они подпадают под санкции. Почему? Потому что весной фермеру нечего собирать, нечего продавать и весной нечем оплатить. Фермеры заявили, что будут ждать ответа от властей до позднего вечера и в зависимости от этого будут приняты дальнейшие действия. Если до вечера мы не получим конкретного ответа на все наши вопросы, то уже после консультации будет обязательно коллегиальная консультация. Из тех, которые здесь на месте, трактора не уйдут, сразу говорю. Трактора остаются здесь и завтра утром уже будет известно, как мы будем поступать. Но мы не можем отступить, потому что нам некуда. Между тем, некоторых фермеров, которые направлялись в село Андрушел Дежоса на мирный протест, остановило по дороге полиция для проверки их документов и составления протоколов. Посмотрите, вы видели такие права? Не знаю, это копия прав, но теперь ездить с правами не обязательно, так гласит закон. Это должно быть на пластике, а не на бумаге. Сказали, что вообще не обязательно его с собой иметь, потому что у нас есть база данных. Это недействительно. У вас все в порядке, все в порядке, только я не знал о буллетине. В прошлом году буллетин мне был не нужен. А зачем вам буллетин? Так мне сказали эти люди. Но вы назвали свою фамилию, и это легко идентифицировать. Тем более, что у вас есть документ, вы показали права. Тогда я отдавал права. Как это недействительно? Пожалуйста, вбей это в компьютер, и увидишь, что все действительно. Я не понимаю, меня тоже так остановили, и не было прав, потому что остался в тракторе. Я вам скажу, что хотя бы буллетин, он внес данные документы в компьютер, все есть, задокументировал, и все в норме. У вас нет наказания? У вас ничего нет? А сейчас? Я не знаю, что они просят. В знак солидарности с фермерами из Кагула на акцию протеста вышли агрерии из Криулянского, Каушанского и Новоаненского районов. Они утверждают, что власти создают им условия, чтобы довести до банкротства. Сельхозпроизводители просят главу государства вернуть в парламент на доработку и рассмотрение специальный закон о фермерах, пострадавших от засухи. Согласно документу, агрерии должны воспользоваться преимуществом от продления или пересмотра обязательств по выплате накопленных долгов, включая основные выплаты, проценты и штрафы. Данные изменения будут внесены посредством дополнительных соглашений к действующим контрактам. В Менсельхозе пока не прокомментировали протест фермеров. Ранее глава ведомства Владимир Боля признал, что предлагаемых денег мало и добавил, что власти пытаются найти другие финансовые источники, не уточнив, где именно они могли бы их найти и в какие сроки. И пока аграрии протестуют, министр объявляет, что отправился в Брюссель, чтобы попросить Европейский Союз о создании фонда развития и солидарности для молдавского сельского хозяйства. Год назад Боля уже ездил с визитом в Брюссель, чтобы найти решение для поддержки фермеров, в то время как они протестовали на сельхозтехнике в Кишиневе из-за существенного увеличения производственных издержек, а также высоких цен на удобрения, вслед за ростом цен на энергоресурсы. Тяжелые дни переживает фермер Виктор Прицкан из села Тамай, после того, как наводнение в считанные минуты уничтожило его труды за целый год. Из 30 тонн семян подсолнечника у него осталось лишь 2 тонны. Дождевой поток ворвался в его зернохранилище и уничтожил практически всё на своём пути, оставив амбар практически полностью пустым менее чем за полчаса. Вода стекала с холмов, она окружила склад и через эти ворота затекала по двери и потихоньку смыла семена. А нелёгкие их легко смыло. Катастрофа. Вот что осталось от 30 тонн. Только то, что у стены. Сколько здесь? Возможно, тонна, две. И над этим нам ещё предстоит потрудиться, потому что оно забилось в угол. Мужчина рассказал нам, что во время наводнения он был в сельском детском саду и помогал ремонтировать крышу. Вернувшись домой, он обнаружил, что амбар пуст. Ему ничего не оставалось делать, как беспомощно наблюдать за тем, как тонны семян уносят водой. Когда я приехал и начал парковаться перед амбаром, увидел, что по всей дороге разбросаны семечки. Я не понимал, откуда. Когда я открыл, представляете, здесь была гора семечек. Видите, здесь есть камеры видеонаблюдения. И когда я проверил, то увидел, как семечки уплывают со склада. Туда по дороге смыло. Да, прямо туда. Когда фермер рассказывает о произошедшем, у него на глаза наворачиваются слёзы. Ведь потери, составившие в общей сложности почти 400 тысяч шлеев, лишь усиливают боль, которую он пережил во время летней засухи. В основном подсолнечник. У нас там ещё есть зёрна пшеницы, которые мы оставили и заготовили для посевной. Они не оказались на пути большой воды, только были немного подмочены. Горох тоже очень привередлив и капризен к влаге и сразу начинает прорастать. Это ужасно. Помимо семян подсолнечника, наводнение уничтожило пшеницу, ячмень и горох, которые предназначались для жителей села, у которых он арендовал землю. Теперь он не знает, что отдавать людям. Это предназначалось за аренду в счёт квоты. Люди уже позвонили мне и сказали, «Виктор, если что, отдашь со следующего года». Потому что они относятся к нам с пониманием. Но в любом случае мы должны что-то им отдать. Очень надеемся, что с теми остатками, которые у нас ещё есть в поле, мы сможем выполнить свои обязательства. Фермер говорит, что уничтоженное зерно станет кормом для рыб в пруду. Пшеницу мы ещё не трогали. Постараемся её как-то обработать. Начнём с самой верхушки. Мы выберем, что найдём хорошее, потому что другого у нас и нет. А то, что испорчено, пойдёт на корм рыбе. Виктор готовится обратиться за помощью к местным и центральным властям, хотя и не особо надеется на положительный ответ. Наша единственная надежда, если они смогут как-то нам помочь. Я понимаю, что сейчас всем тяжело, но если бы они смогли как-то помочь нам, если они смогут компенсировать нам хотя бы какой-то процент от всего этого ущерба, чтобы мы могли отдать что-то людям. Нам ведь до сих пор не помогли засухой, хотя мы и от неё сильно пострадали. Некоторые говорят, что нужно было застраховаться. Но как можно застраховаться? Можно застраховаться от града, от дождя, когда урожай ещё в поле. Но когда он уже собран, отправлен в хранилище, когда ты думаешь, что это уже твоё, но оказывается, ещё не твоё. Фермер накопил долги в несколько миллионов леев. Он занял деньги у банков, чтобы вложить их в землю в надежде, что сможет работать дома, на родине. Его мечты и планы, выстраиваемые годами, были разрушены в одночасье. А надежда встать на ноги тает, тем более учитывая, что власти не делают для агрария в каких-либо чётких заявлений о том, что в беде их не бросят. В то время как в южных районах республики местные жители заняты устранением последствий сильных ливневых дождей, в Кишинёве руководство страны принимает гостей. 65 представителей из 38 государств участвуют в министерской конференции платформы «Партнёрство для Молдовы». На улице прессу не допускали к дворцу республики ближе нескольких десятков метров. Прилегающая зона оцеплена, перекрыты в том числе и некоторые соседние улицы. Члены делегации прошли во дворец через центральный вход, президент Майосанду, вероятно, через задний, поскольку входа её не видели рядом с премьером Дарином Ричаном, вместе с которым она принимает гостей форума. Доступ на форум представлен только аккредитованным СМИ, а именно журналистам, поддерживающим нынешнюю молдавскую власть. Наш телеканал не был оповещен организаторами об условиях и сроках аккредитации, как было и во время прошлогоднего европейского саммита в замке МИМИ, когда нам отказали в аккредитации под предлогом нехватки мест для журналистов. Перед началом нынешней встречи премьер Ричан и президент Майосанду поблагодарили зарубежных гостей за участие, однако, по-видимому, забыли их проинформировать, что граждане Молдовы в настоящее время подсчитывают ущерб после разрушений от циклона Борис. А на юге страны, в Львовском районе, в связи с этим была объявлена чрезвычайная ситуация. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на министерскую конференцию платформы «Партнёрство для Молдовы» к нам в Кишинёв. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за участие в платформе «Поддержки Молдовы». Уважаемые министры, дорогие партнёры и друзья, дамы и господа! Для меня большая честь открыть пятую встречу этого форума значительной важности для нашей страны, посвящённого прогрессу, стойкости и стабильности. Единственным официальным лицом, выразившим солидарность с пострадавшими гражданами Молдовы, оказался министр иностранных дел Румынии, где циклон Борис привёл к ещё большим разрушениям и унёс жизни нескольких человек. «Хочу начать с выражения солидарности с гражданами, пострадавшими от стихии не только в Румынии, но и в республике Молдова, Польша и других странах нашего региона». В ходе этого форума, как и на предыдущих, власти Молдовы просили денег у зарубежных партнёров, жалуя, что нашему развитию мешает война в Украине. «Мы попросили, чтобы поддержка, которую нам оказывают, была бы как можно более прямой, гибкой и скорой. Молдова обладает огромным потенциалом, но у наших границ война, нам сложно этот потенциал осваивать. История учит нас тому, что ни одной стране не удавалось добиться экономического успеха без первоначальной солидной поддержки и долгосрочного партнёрства. За этой помощью я обратилась к нашим партнёрам». Со своей стороны министры иностранных дел Франции, Польши, Румынии, Германии, Нидерландов и других государств поочерёдно выступили с хвалебными речами в адрес нынешней власти Молдовы, обещая помогать ей и в дальнейшем. Такие же их выступления звучали и на прошлых встречах, когда они обещали нам многомиллионное финансирование. Однако по поводу тех денег молдавское руководство не представило какого-либо отчёта, в котором бы населению рассказали, на что и как были израсходованы соответствующие средства. Нынешняя встреча продлилась немногим более часа, после чего делегации направились на подписание ряда договоров о выделении нашей стране 300 миллионов евро в общей сложности. По завершении конференции участники выстроились для группового фото. Напомним, платформа «Партнёрство для Молдовы» была создана по инициативе Румынии, Германии и Франции в целях оказания нашей стране политической, финансовой и материальной помощи, в том числе оказания экспертной поддержки в процессе реформирования. После того, как отгремят фанфары, закончатся протокольные и не очень фотосессии Санду, Ричана и Попшоя, на фоне европейских чиновников и их громких заявлений об очередной так называемой помощи нашей стране, на следующий день наступит отрезвление. Не самое приятное и весьма болезненное для всех граждан Молдовы. Нам повесили на шею очередной кредит, который непонятно на какие цели будет потрачен правлением ПДС. Зато расплачиваться за этот политический пиар с процентами будем все мы, обычные налогоплательщики и даже наши дети с правнуками. Так комментируют результаты пятой конференции платформы поддержки Молдовы экономические эксперты. Очередные 80 миллионов евро в виде грантов и 305 миллионов 100 тысяч евро в виде кредитов пообещали европейские партнеры по развитию правительству ПДС. По мнению экс-вице-премьера Молдовы Александра Муравского, прежде чем брать очередную так называемую помощь, неплохо было бы разобраться, на что ушли кредиты и гранты, выделенные ранее. У нас нет в этой практике подробных отчетов, там они где-то прячутся и разбросаны по НАЗБанку, по Минфину, но там все время идет вещь об общих суммах и практически очень трудно найти расшифровку каждого года, куда и сколько конкретно иностранной помощи пошло на какие цели. На бюджетную поддержку столько-то, на реализацию проекта по снабжению экономизации столько и так далее. По подсчетам некоторых экспертов, в рамках предыдущих четырех платформ поддержки Молдовы с 2022 года уже была обещана помощь в размере около 1 миллиарда 200 миллионов евро. И непонятно, поступили эти деньги в страну или нет. Если поступили, то в каком объеме и на что конкретно были потрачены. Экс-министр экономики Октавиан Калмык считает, с одной стороны, нынешнюю конференцию провальной, по скромному объему озвученной помощи, которая, если и будет выделена, то, как показывает практика предыдущих конференций, не в целом объеме. С другой стороны, очередной кредит увеличит и без того растущий семимильными шагами внешний долг Молдовы. При том, что власти, по словам экономиста, умудряются продемонстрировать неспособность освоить по назначению даже те кредиты, что уже были выделены. Было намного меньше, намного меньше, чем было обещано. И этот же случай будет отнесен и к этой конференции. Предыдущий проект, несмотря на то, что, допустим, в энергетическом секторе ресурсы были утверждены в 2016 году, но они до сих пор не освоены. Даже та же линия, конечно, Кишинев, высоковольтная линия для транспортировки электричества, они до сих пор, вот этот инвестиционный проект, не выполнен. Но мы платим по этим кредитам уже процентные ставки. Если такими же темпами мы внедрим и последующие проекты, которые инвестиционного характера, инфраструктурные проекты, которые сегодня были оговорены, естественно, это будет на годы, будет, во-первых, рост долга, внешнего долга, государственного внешнего долга, во-вторых, с экономической точки зрения эффект будет минимальный. Мы должны понимать, что есть и политическая нагрузка вот этого мероприятия. Вот и Александр Муравский подчеркивает, что момент проведения в Кишиневе пятой конференции и в рамках этой платформы выбран не случайно. Ясно, что это все носит предвыборный характер. Поддерживают, так сказать, всеми силами режим Майи Санду и будут делать все для того, чтобы вытянуть ее за уши, за волосы, как хотите. И поэтому будет делаться все для этого. И этот визит вписывается полностью в эту программу поддержки. Ранее в комментарии нашему телеканалу экономист Владимир Головатюк подчеркнул, одна из главных проблем в том, что нынешняя власть сегодня в принципе не занимается экономикой, развитием внутреннего рынка и экспорта, а загоняет Молдову в долговую яму. Во-первых, так проще. Вы поймите, значительно сложнее заниматься экономикой, реформировать экономику, чем стоять с протянутой рукой у Запада за кредитами. Ведь Молдова дошла до того, что у нас отрицательная норма сбережений. То есть мы не зарабатываем на свою текущую жизнь. С каждым годом все хуже и хуже и хуже. И мы все в большей и в большей степени зависим от внешней помощи, если кредиты можно назвать помощью. По подсчетам Владимира Головатюка, всего за три года нынешняя власть в лице ПДС увеличила госдолг Молдовы на 34 миллиарда лев, что сопоставимо с общим долгом Молдовы за 25 лет независимости. По данным Минфина, в конце июня 2024 года общий государственный долг нашей страны достиг нового максимума – свыше 107 миллиардов лев или 5 миллиардов 890 миллионов долларов. Это примерно треть ВВП страны. А расходы на обслуживание долга выросли на 50%. Более 65 делегаций, собравшихся в Кишиневе для участия в пятой конференции платформы «Партнерство для Молдовы», парализовали половину города во вторник утром. Мэрия сообщает об ограниченном доступе граждан в определенные места в Кишиневе и перекрытых дорогах, в том числе ведущих в аэропорт. Кроме того, в этот период запрещено проводить массовые демонстрации и ремонтные работы по периметру улиц, по которым двигалась официальная колонна. Больше всего недовольны были водители, которые рассказали нам, что им приходится стоять в километровых пробках. Я простоял около 40 минут. Где? Я встал на Кагалничану, там стоял. Что вы думаете о визитах делегаций? Если бы они ехали на маленьких машинах, чтобы их никто не видел, то все пробки бы быстрее исчезли. А так Кишинев парализован. Они перекрывают улицы за полчаса до и после проезда колонны, пока все машины не проедут. Ездить сегодня трудно? Да. Простоял, да. Как долго и на какой улице? На Штефана Чалмаре. И как долго вы простояли? 25-30 минут. Как далеко вы продвинулись за это время? Из центра и до ботаники заняло около получаса. Сколько обычно вам надо времени на такое расстояние? 15 минут. В социальных сетях появились видеокадры, где некоторые пользователи с сарказмом отметили, что, цитата, «половина города перекрыта для делегации. Простые люди и все равны. Нет социальных классов и дискриминации». Некоторые жители Кишинева выразили возмущение визитом иностранных гостей. Они сказали Пятому каналу, что эта конференция в преддверии выборов не принесет ничего хорошего. Этого и следовало ожидать. Когда же они еще приедут, как не перед выборами? Я, например, в Европейский Союз не хочу. Какая поддержка? Помощь необходима Молдове, чтобы выбраться из бедности и развиваться. Чтобы было достойное правительство, а не помощь. Именно правительство должно решать все вопросы. За последние годы иностранные партнеры направили Молдове миллиарды евро. Вы почувствовали эти деньги? Куда они пошли? Они затерялись в чужих карманах. Боже, если вы покажете меня так по телевизору, я не знаю, что со мной будет. Мне не нравится политика нашего президента. И меня вот эти гости вообще не интересуют. Но меня вообще интересует, кто эти деньги потом будет отдавать. Наши внуки, правнуки. Или нам это дарят бесплатно. Только можно брать еще той помощи. Уже сколько они набрали. Дети, которые еще не родились, должны рассчитываться за эти деньги. Не знаю, какие долги еще могут быть, какая помощь, если долгов выше головы. Нет, не чувствовала. Никто не отчитывается и никто ничего не говорит за эти деньги. Куда они ушли, они только знают. А людям никто ничего не разъясняет. Власти до сих пор не представили отчет о том, что было сделано с деньгами, предоставленными в виде грантов и кредитов в ходе предыдущих четырех заседаний платформы «Партнерство для Молдовы». От молдавских фруктов до казахского шоколада в Москве открылся первый сетевой магазин «Евразия». В нем представлены гастрономические бренды из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана. Магазин стал своего рода символом единства этих народов через гастрономию, а значит и через продвижение национальных культур. Для нас это большая радость, потому что евразийский маркет – это не только про продукты и угощения. В первую очередь для нас это про обмен культурами, про сближение наших стран, про наше с вами уважение и дружие. Этого я всем нам и желаю. Флагманский магазин открыт в сердце Москвы, рядом со Смоленской площадью, в одном из самых многолюдных мест российской столицы. На втором этаже торговой точки расположена уютная кофейня, где подают азербайджанский чай, молдавские плацинды, башкирский эчпачмак и другие лакомства народов Евразии. Первые посетители появились в магазине сразу с открытием. И интерес покупателей дает стимул развивать культурно-гастрономический проект не только в России, но и в других постсоветских странах. Экономика постсоветских стран по сути не может существовать без российского рынка, без продажи товаров на российском рынке. И мы очень хотели, чтобы мы помогли постсоветским странам представить свою продукцию в лучшем виде здесь, на самом крупном, самом большом и формирующем рынке в Российской Федерации. Во-вторых, конечно же, мы понимаем, что представители практически всех народов Евразии живут в России. И очень хотелось, очень приятно, что когда люди из Кыргызстана, из Казахстана, из Молдовы, из Армении, из других стран, из Азербайджана, могут попробовать найти свою продукцию в специализированном магазине. Идея открыть уникальный магазин, где будет представлена вкусовая палитра блюд и продуктов стран постсоветского пространства, принадлежит автономной некоммерческой организации «Евразия». Ее главная цель – укреплять культурные и в целом дружественные связи жителей некогда братских республик. Эта идея уже не понравилась Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки. Несколько дней назад его руководитель Энтони Блинкин включил организацию «Евразия» в список тех, кто попал под новый виток американских санкций. Всего за пять месяцев нашей работы, существования нашей организации, мы достигли таких ошеломительных результатов. И не у каждой организации есть такой промоутер, как госсекретарь США. И с момента, когда он озвучил нашу организацию, она стали знать больше не только в Евразии, но и во всем мире. И самое интересное, что участвовать в наших программах, сотрудничать, в том числе и по торговой сети «Евразия», выразили желание еще больше партнеров. Поэтому для нас это действительно хороший шанс использовать и такую рекламу. Как заявили руководители некоммерческой организации «Евразия», вырученные в магазине от продаж средства пойдут на поддержку новых проектов для молодежи. Мы уже привыкли, что у входов практически во все госструктуры в Молдове развивается флаг Европейского Союза. Эта практика укоренилась во времена правительства Влада Филата и дошла до наших дней. Но сейчас, в преддверии референдума евроинтеграции, эксперты и политологи заговорили об уместности этого символа у дверей государственных институтов, особенно у дверей Центральной избирательной комиссии, которая по закону должна быть нейтральной и беспристрастной в вопросах организации и проведения будь то выборов или референдумов. Юрист Сергей Мишин считает, что использование любой иностранной символики, неважно, кандидатам или институтам, нарушает положение кодекса о выборах. Любое участие иностранных представителей либо вообще иностранных структур в госорганах Республики Молдова является прямым нарушением как законодательства общего Республики Молдова, так и избирательного права. У нас по кодексу о выборах четко прописано, что ни кандидат, ни кто иной орган не имеет права, особенно в период избирательной кампании, использовать иностранный элемент. Это запрещено давно. И кто использует присутствие иностранного элемента в своей выборной кампании либо для консультаций, он нарушает законодательство, и органы правопорядка должны незамедлительно реагировать на вот эти все моменты. Мишин уверен, что власть использует символы Европейского Союза в своих электоральных целях и продвигает их в том числе через ЦИК. Естественно, мы понимаем, что сегодня вот эта вот громогласная евроинтеграция, европейский путь, который избрала нынешняя власть, и в том числе и через Центральную избирательную комиссию, является ничем иным, как только предвыборные лозунги и предвыборная такая подачка населению. В самой Центральной избирательной комиссии развивающийся флаг Европейского Союза у главного входа в здание проблемы не считают. Дескать, мы продолжаем практику, которая зародилась много лет назад. Не вижу. Вы считаете, что это нормально, да? Да. Евроинтеграция в Европейский Союз намечена Молдовой еще с 2008 года. Бывшим президентом начато поступление и инициация диалогов еще во время президентства господина Владимира Воронина. Поэтому просто продолжаем тот путь, который был начат с 2008 года. Действительно вывешивать флаги Европейского Союза у государственных институтов рядом с государственным начали во времена кабинетов Филата и Лянко, частью которых, к слову, была и нынешний президент Майя Санду. Видимо, до сих пор соблюдают традицию. С четкой европейской перспективой в 2014 году получилось не очень, но флаги так и остались. Если углубляться в историю, можно найти и другие примеры вывешивания чужих флагов. Например, в средние века в качестве символа преданности феодалы вывешивали на своих замках чужие стяги, демонстрируя готовность служить сюзерену. Были ли у Филата схожие причины? Вопрос открытый, но факт остается фактом. Именно в его кабинете министров Майя Санду, будучи министром образования, постигала нюансы государственного управления. Юрист Юрий Маржиняну считает, что в Молдове используют флаг Европейского Союза в тех же целях – показать готовность служить сюзерену. Есть закон о применении государственной символики и над учреждениями и институтами государственной власти должен висеть флаг. Что означает висение этого флага? Это означает, что тот государственное предприятие, учреждение, институт является суверенным государственным органом, над которым наша республика Молдова осуществляет свой суверенитет. В данном случае получается, что суверенитет над ЦИКом имеют два государства – Евросоюз и Республика Молдова. Без вхождения в Евросоюз уже мы отдаем часть своего суверенитета. То есть это уже издевательство в конечном счете. Я понимаю, если это какая-то делегация. Я понимаю, это, я знаю, визит какого-то функционера, да, высшего ранга и приветствует с двумя флагами. Это нормально, это по протоколу. Но когда над государственным учреждением висит чужой флаг, это явно означает, что над тем государственным учреждением висит до мокла в меч того государства или закона того государства, который висит флаг. И это печально. Мы уже привыкли видеть европейские флаги на каждом митинге про западных партий. Однако есть у флагов ЕС, расставленных в рабочем кабинете Майя Санду, кабинетах министров и ФАЕ парламента, другая, более специфическая функция. А именно отвлекать внимание от по-настоящему важных проблем и маскировать некомпетентность чиновников. Не платят зарплату железнодорожникам? А давайте поговорим о евроинтеграции. В школах не хватает педагогов, туалеты до сих пор на улице. Давайте проведем первый урок в новом учебном году на тему вступления в Евросоюз. А в это время, в 2023 году, Молдову покинуло рекордное количество человек. Почти 142 тысячи. Такие данные опубликовала пограничная полиция. В 2022-м эта цифра была меньше. Страну покинули и не вернулись 85,5 тысяч человек. Такими темпами, кто останется в стране, чтобы вступить в этот пресловутый Европейский Союз. Министерство образования перекладывает ответственность на руководство учебного заведения в вопросе наказания для учителя теоретического лицея Василия Василаки, который занимался пропагандой среди учеников 8 класса, рассказывая им о том, кто не должен победить на предстоящих выборах. По крайней мере, это дал понять Дан Перчун, отвечая на вопрос корреспондента 5 канала, будет ли министерство расследовать этот случай. При этом, пользуясь случаем, глава ведомства призвал учителей поговорить с учащимися о важности участия в выборах и обратил внимание на произошедший ранее случай в другом столичном лицее с обучением на русском языке. Будет ли инициировано расследование по этому случаю? Ведь пропаганда предусматривает и штрафы, и тюремное заключение, что ПДС включила в уголовный кодекс, который был пересмотрен. Будет ли она как-то наказана по этой статье? Министерство не применяет санкции к учителям. Преподаватели работают в учебных заведениях, и решение принимается на усмотрение учебных заведений в некоторых случаях. Мы обсудим эту тему на Национальном совете по этике, особенно в той части, которая связана с лицеем Чехова, где преподаватель открыто продвигала вторжение в Украину и дезинформировала по некоторым событиям, представляющим общественный интерес. В то же время мы призываем всех представителей системы образования способствовать участию в демократических процессах в нашей стране. При этом к учителю теоретического лицея Антона Чехова, которое рассказывало ученикам о войне в Украине, министр выразил другое отношение. Дан Перчун осудил поведение преподавателя, назвав ее слова пропагандистскими посланиями, разжигающими ненависть и нетерпимость, и попросил руководство учебного заведения и муниципальное управление образования провести расследование и сообщить о результатах. С другой стороны, директор теоретического лицея Василий Василаки рассказал о нам, что не знает, какое наказание получит учитель, и решение по этому поводу будет объявлено главным управлением образования молодежи и спорта муниципия. Насколько я понимаю, управление выпустит пресс-релиз, откуда вы или мы все узнаем решение. Вы пока не знаете подробностей? Я же вам говорю, я знаю, что они готовят пресс-релиз по этому случаю. Заместитель начальника главного управления образования муниципия Кишинёв Андрей Повалой заявил, что ведомство начало служебное расследование по делу учителя, не уточнив, какое решение было принято. В учреждении должен был быть созван совет по этике. После этого директора представит пакет документов и мер, которые учреждение предприняло в связи с ситуацией в этом учреждении. По вторник во второй половине дня Главное управление образования молодежи и спорта опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что администрация лицея Василий Василаки созвала совет по этике, на котором собрались все учителя, и на совместном заседании им рассказали о положениях кодекса этики. А директор лицея всего лишь коллегиально обратила внимание учителя на необходимость обеспечить корректный и качественный воспитательный процесс на уроках. На первом заседании парламента депутат парламентской группы Блока Победы Регина Апостолова предложила заслушать на пленуме министра образования Даны Перчуна по вопросу политической пропаганды в школах, учитывая, что в учебных заведениях начали активно пропагандировать референдум по интеграции в Евросоюз. Депутаты парламентского большинства ПДС отклонили это предложение. Напомним, что недавно в общественное пространство попала аудиозапись, на которую преподаватель столичного лицея заявила ученикам, что если проевропейские партии не окажутся у власти, то после выборов может начаться война. Наряду с этим она призвала учеников рассказать своим родным, как надо правильно голосовать на выборах. Тогда в Министерстве образования произошедшее не прокомментировали. Отметим, что понятие пропаганда войны, введенное в Уголовный кодекс по инициативе ПДС, означает распространение тенденциозной и вымышленной информации, способствующей разжиганию войны или другие действия с целью развязывания войны, совершенные устно, письменно, по радио, посредством телевидения или кинематографа, либо иными способами и наказываются штрафом в размере до 75 тысяч леев или лишением свободы на срок до 6 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Пропаганда политических доктрин и идеологии, в том числе визиты в школы так называемых послов Евросоюза с целью проведения политических мероприятий, недопустимы, считает бывший министр образования Корнелию Попович, комментируя недавний скандал в столичном лицее Василия Василакия, где учительница призвала детей объяснить родителям, за кого надо голосовать на предстоящих осенью выборах. Это прямое нарушение закона или кодекса образования в республике Молдова, который запрещает участие преподавателей или продвижение преподавателей определенных подобных идей в школах, а также запрещает использование детей в каких-то политических акциях. И это может привести к административным наказаниям, так и к уголовным. Министерство образования в республике Молдова своими письмами в адрес школ стимулирует проведение определенных политических акций в школах и на уроках. Это недопустимо. И я не представляю в моем бытности министра или советника президента по образованию, что такие события допускали. В свою очередь политолог Валерий Асталеб считает, что подобные случаи являются следствием политики правящей партии действий «Солидарность». Если бы Воронин ходил по школам к детям, пропагандировал коммунизм и пугал детей войной, если родители не проголосуют за него, я думаю, что ЕС бился бы головой о забор президентуры, которого тогда не было. Если бы Дадон заставил министров пропагандировать социализм, хотя в его исполнении вообще непонятно, что это такое, то ПДС и Санду сопровождали бы врачи-реаниматологи. А вот ПДС может нарушать все законы и втравливать детей, школу и пропаганду войны в одно целое. И ЕС считает это абсолютно нормальным явлением, написал в своем телеграм-канале Валерий Асталеб. Политолог также подчеркнул, что любая идеология в качестве государственной запрещена Конституцией. Председатель ассоциации Униря-Одип Влад Белецкий выступил с призывом не превращать школу в поле политических баталий. Школа не место для политической пропаганды. Школа – это не то место, где учитель должен говорить ученику, как голосовать, что правильно и что неправильно в политических вопросах. В школе максимум, что нужно преподавать ученику – предмет личностного развития или гражданского воспитания, чтобы рассказать, что означают демократические выборы. Но ни в коем случае нельзя говорить детям настойчиво и в ультимативной форме, что если не сделать так, как говорит учитель, то будет война, практически угрожая им, доводя их до состояния страха, до состояния паники. Школы и учебные заведения призывают не заниматься профанацией, не превращаться в поле битвы политиков. Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появилась скандальная аудиозапись урока истории в столичном лицее Василия Василаке. Преподаватель объясняла восьмиклассникам, что если после выборов к власти не придут проевропейские партии, то в Молдову войдут русские войска, и в нашей стране может начаться война. Учительница призвала детей объяснить родителям, за кого надо голосовать. Послания, разжигающие ненависть, звучат от представителей власти и правящей партии Действия и Солидарность. И в последнее время такие заявления можно услышать все чаще. Как, например, заявление депутата ПДС Дериана Истрати, сделанное им в рамках передачи Ораэкспертизи на канале Журнал ТВ, в котором он предупредил, что если граждане не поддержат референдум, в нашей стране начнется война. Референдум — это о судьбе нашей страны, потому что если будет иначе, тут будут пророссийские силы. Они попытаются захватить власть, дать оружие в руки граждан Республики Молдова, чтобы атаковать Украину с этой стороны. Еще один представитель от ПДС, блогер Марин Андони, непристойно высказался в адрес сторонников блока «Шанс», которые недавно были в России. Республики Молдова, Резкие ненавистнические послания, направленные против России политических оппонентов, также распространил и активист от ПДС советник столичного муниципального совета Ион Мельник. У вас у всех есть дети. Вот у кого есть сыновья. Разве вы хотите, чтобы сюда пришел спаситель Путин, забрал ваших сыновей и отправил на войну с этой стороны Украины? 15 тысяч солдат, контингент Украины, сидит сейчас и ждет нападения со стороны Приднестровья. То есть вы хотите, чтобы сюда пришел освободитель, собрал все население, мужское население, в том числе ваших детей, ваших сыновей, в том числе меня, чтобы собрали, загнали на этот убой, и чтобы мы убивали друг друга с украинцами. Что будет, если Майя Сандус станет еще раз президентом? Очень просто. Смотрим вокруг. Минимум останется все, как сейчас. Минимум будет мир, минимум будет функциональность государства, минимум будет газ, свет и все. Да, дороже, но это будет. Неудивительно, что все эти посылы проецируются на общество, которое власть делит на своих и чужих, правильных и неправильных. Взаимными оскорблениями заполнены соцсети, пропагандистские нарративы звучат уже даже в школах. Подтверждение – недавний пример, когда преподаватель истории рассказывал ученикам, кто не должен победить на выборах, и что, если проевропейские партии не выиграют, то может начаться война. Заявление прозвучало в столичном лицее для учеников восьмого класса. И до сих пор неизвестно, какие меры будут предприняты в отношении нее. Такая пропаганда рождает и ответную реакцию. Так, под публикацией пасовского блогера Ионы Мельника мы можем прочитать. Мы голосуем своей головой, а не через пропаганду и манипуляции, которые вы используете. Написал кто-то. Другой человек добавил, каждый имеет право на свой собственный выбор. Мы и без вас знаем, кого нам выбрать. Такая реакция последовала на видео, размещенное в ТикТоке. Федерация профсоюзов образования и науки направила новый запрос правительству и президенту страны, в котором говорится о необходимости повысить зарплаты учителям. Профсоюзы настаивают на том, чтобы доходы работников образования были доведены до уровня средней заработной платы по стране. На этом педагоги настаивают уже два года, но их требования были выполнены лишь частично. Сейчас разница стала особенно заметна. Средняя зарплата в экономике – 13 700 леев, а в образовании – 10 000 леев, отмечает президент Федерации профсоюзов. Мы еще в прошлом году говорили именно примерно в это же время, что праздник День учителя может превратиться в День протестов, но тогда мы пошли на переговоры. Требования частично были выполнены, в первом варианте 15% нам повысить зарплату, абсолютных цифр, если реальные, то 12% примерно. И вместо того, чтобы эта разница уменьшилась, мы сейчас посчитали в сентябре, и оказалось, что разница уменьшается, а наоборот увеличивается. Поэтому мы сейчас дополнительные требования. Мы дали для того, чтобы вернулись к этому вопросу, потому что уровень жизни падает, цены растут. Профсоюз отмечает, что о протестах говорить еще рано, однако терпение учителей на исходе. Министр образования Республики Молдова Дан Перчун заявил, что недавно встречался с представителями профсоюза, где он подтвердил свою прошлую позицию. Раньше следующего года повышений не будет. Мы будем стараться обеспечить рост зарплаты учителей. В прошлом году повышение было на 15%, и они продолжатся с 1 января 2025 года, сразу, как будет утвержден бюджет. Ситуацию в своем телеграм-канале также прокомментировала депутат парламентской группы «Победа» Регина Апостолова. Она раскритиковала действующую власть и призвала вернуть достойную оплату труда педагогов. Тысячи учителей по всей стране увольняются. Вместо борьбы за каждого наставника, преданного своему делу, беспринципный режим Санту похоронил престиж профессии учителя. Оставшиеся с нищенскими зарплатами лишены достоинства за свой труд. Лично для меня, как педагога, это национальная катастрофа. Навязав школам еврокураторов, которые внедряют в наше образование чуждые нормы, эти дельцы обрекают будущее поколение Молдовы на рабскую жизнь. Дело дошло до полного абсурда. Учителя пишут письма властям, вымаливая повышение зарплаты. Это позор. Все идет к тому, что учителям, как и железнодорожникам, вскоре и вовсе перестанут выплачивать зарплату. Напомним, последнее повышение заработной платы учителей было в январе 2024 года. Тогда нормативное значение для этой категории бюджетников было увеличено с 2000 до 2300, что представляло собой повышение зарплаты на 15%. На эти цели из госбюджета был выделен 1 миллиард леев. Ветераны вооруженного конфликта на Днестре вновь выходят на протест. Их требования к властям о сохранении льгот и решении других проблем, с которыми они сталкиваются, остались без ответа. Об этом комбатанты заявили на пресс-конференции 17 сентября. Мы требуем, чтобы власти страны вернули в законопроект о ветеранах под номером 194 льготы, которые ранее были исключены. Это бесплатный проезд в городском и межрайонном транспорте в границах административно-территориальной единицы, где живет ветеран. Требуем включения в этот проект и льгот, также ранее исключенных, которые подразумевают выдачу путевок в санатории бесплатно раз в год для людей с ограниченными возможностями и раз в три года для ветеранов конфликта в центрах реабилитации Министерства труда. Также ветераны конфликта на Днестре требуют от властей принятие так называемого плана поддержки комбатантов память, честь, уважение. Все эти просьбы не на вы. Они были неоднократно озвучены комбатантами, в том числе на акциях протеста, но какой-либо реакции от властей по-прежнему нет. Вместо этого, как они утверждают, против ветеранов развернута кампания по дискредитации. Как вам не стыдно? Я говорю о тех, кто вышел на наш прошлый протест, чтобы оклеветать. За что? За то, что мы протестуем? А разве не вы отменили положение Конституции и положение Европейской конвенции по правам человека? У нас есть право на свободу выражения мнений. У нас есть право на свободу собраний. Мы вышли не от хорошей жизни. Нас власти вынуждают выходить на протесты. Нам сказали, что сейчас не лучшее время. Может быть, да, не лучшее. Но что делать, если вы до конца сентября собираетесь принять этот закон и лишить нас этого? Ветераны призвали министра труда и соцзащиты, а также министра юстиции подать в отставку из-за некомпетентности. Они напомнили, что есть два решения суда. Одно вынесено апелляционной палатой Кишинева и второе Европейским судом по правам человека. Оба суда обязали государство обеспечить ветеранов конфликта на Днестре жил площадью. Борис Гырбу, ветеран отряда специального назначения «Фулджер», заявил, что протестом ветеранов предшествовали десятки официальных писем во всей инстанции с просьбой обратить внимание на их проблемы и найти решение. Эти письма поступали в том числе в администрацию президента и секретаря парламента. Но ответа на них так и не последовало. Они делают ровно то, что делали предыдущие власти. Приходят и уходят, а в дураках остаемся мы. Эти судебные решения обязательны к исполнению госпожа президент. Вы рассказываете о европейском пути, но мы и без вас вот уже 30 лет знаем, что такое европейский путь. Мы ветераны конфликта, мы воевали за эту страну, за независимость и за территориальную целостность. Ветераны вооруженного конфликта на Днестре объявили о проведении новой акции протеста 19 сентября перед парламентом в 10.00. Они призвали всех неравнодушных поддержать их протестную акцию, чтобы достучаться до властей и быть услышанными. Отметим, комбатанты неоднократно заявляли, что все их попытки выстроить диалог с властями закончились ничем. Ветераны просят от правительства в том числе выделить средства для покрытия ежемесячных пособий для вдов и членов семей погибших в размере 50% от минимальной заработной платы. Нет реакции на властей на просьбу о перерасчете пенсии сотрудникам силовых структур, ровно как и на просьбу создать специальную госструктуру, которая будет заниматься проблемами ветеранов. Напомним, с начала этого года правящая ПДС ввела выплаты в размере 150 и 300 леев за особые заслуги перед государством. Меньше получают обладателей почетных званий, награжденные медалями и орденами при защите территориальной целостности и независимости страны или награжденные за храбрость. По 300 леев – участники боевых действий, награжденные орденом «Верность Родине» первой, второй и третьей степени. Всего этого крайне мало считают комбатанты, учитывая их состояние здоровья и потребности. В Каушанском районе мать убила своего пятилетнего ребенка, после чего попыталась покончить с собой. Местная пресса пишет, что трагедия произошла утром 16 сентября. Врачи скорой помощи констатировали смерть малыша. Женщину доставили в реанимационное отделение районной больницы, после чего ее прооперировали, а затем перевезли в столичную клинику. По данным правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Женщине грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. По данным источников Пульс Медиа МД, 39-летняя женщина психически нездорова, состоит на учете у психиатра. У нее также есть 11-летняя дочь. Преступление произошло в Кашкалии, пишет также издание. Пятый канал обратился в полицию с просьбой подтвердить эту информацию и предоставить подробности. Мы хотели выяснить, действительно ли мать убитого ребенка состоит на учете у психиатра и есть ли у нее еще дети. Однако ко времени подготовки этого сюжета к эфиру ответ так и не был получен. Отметим, что в прошлом году зарегистрировано 1800 случаев, когда люди с психическими расстройствами либо совершали различные преступления, либо становились их жертвами. Запрошено 384 судебно-медицинских экспертизы. В 114 случаях установлено, что у людей были психические проблемы. Один из самых резонансных случаев произошел в Дубоссарском районе. Мужчина с особой жестокостью убил свою мать через неделю после того, как его выписали из психиатрической клиники. Он находился на принудительном лечении 8 лет после убийства своего отца. Суд установил, что на момент совершения преступления мужчина находился в невменяемом состоянии. Столичная полиция задержала 17-летнюю девушку по подозрению в убийстве. Правоохранителям сообщила о трагедии в понедельник 16 сентября сама девушка, которая рассказала о произошедшем конфликте между ней и 42-летним погибшим мужчиной после распития спиртных напитков. В пресс-релизе генерального инспектората полиции говорится, что из-за множественных телесных повреждений, полученных в результате ножевых ранений, потерпевший скончался на месте. По данным источников Пульс Медиа МД из заявлений подростка стало известно, что девушка работала в столичном отеле и жила на съемной квартире, которую арендовала у потерпевшего на бульваре Дачия. Она рассказала полиции, что мужчина пытался ее изнасиловать. Более того, она заявила, что признает свою вину. Пресс-секретарь столичной полиции подтвердил Пятому каналу информацию о случившемся, но без комментариев, отметив, что ведется расследование. На прошлой неделе в ходе первого заседания парламента осенней сессии парламентский блок Победа обратился с просьбой заслушать министра внутренних дел Адриана Ефроса в связи с ухудшением криминогенной ситуации в стране. Представители блока отметили, что несмотря на совершение серьезных преступлений, полиция не принимает достаточных мер для предотвращения подобных ситуаций, вместо этого сосредоточиваясь на действиях против оппозиции, таких как преследование тех, кто распространяет листовки или организует публичные акции. Парламентское большинство ПДС отклонило запрос о проведении слушаний, что, по мнению депутатов блока, поднимает вопросы о роли МВД в консолидации полицейского государства и установлении диктатуры против граждан. Пожар в румынском парламенте. Мужчина облил бензином зону для посетителей возле выставочного зала Константин Бренкуш. Почти 300 человек были эвакуированы, а здание закрыто, сообщает ediverl.ro. Инцидент произошел по вине посетителя, который поджег имевшиеся при себе вещи, а затем скрылся с места происшествия. Пожарные оперативно вмешались и потушили огонь. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. О жертвах или пострадавших не сообщается. Тем не менее, отмечается, что у одной из находившихся в помещении женщины случилась паническая атака. Сумма материального ущерба устанавливается. Оперативные группы, состоящие из полицейских, жандармов и пожарных, оцепили территорию и заблокировали доступ к зданию. Полиция начала масштабную операцию по поимке злоумышленника. Просматривается видео с камер наблюдения, проверяют близлежащие остановки автобусов и метро. Полиция призвала граждан звонить по номеру 112, если они видели подозреваемого в поджоге мужчину, и посоветовала им не приближаться к нему. По закону, это преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Парламент Грузии в окончательном чтении принял пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ. За него проголосовали 84 депутата. Оппозиция в голосовании не участвовала. Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Врачам запрещается проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу. За проведение таких процедур предусматривается уголовная ответственность, в том числе лишение свободы. Кроме того, запрещается рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, которая направлена на популяризацию однополых отношений. Также запрещается проводить митинги и шествия, направленные на пропаганду ЛГБТК+. Чтобы принятый пакет законов вступил в силу, его должна подписать президент Грузии Соломе Зурубишвили. В Евросоюзе раскритиковали грузинский законодательный пакет о семейных ценностях и защите несовершеннолетних. В Брюсселе заявили, что он подрывает основные права грузинского народа, чреват дальнейшей стигмализации и дискриминации части населения. В связи с этим ЕС призвал грузинские власти вновь стать на путь евроинтеграции и полностью пересмотреть этот законодательный пакет. Но в Тбилиси отказались, назвав принятые законы жизненно важными для грузинского общества. В самом Евросоюзе запрет на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних действует в Венгрии. Он был введен в 2021 году. Несмотря на сильное давление, в том числе финансовое, со стороны Брюсселя, официальный Будапешт отказался отменять этот запрет, заявив, что право решать, как давать детям сексуальное воспитание, является прерогативой родителей. В Молдове нынешним летом депутаты парламентской группы «Победа» предлагали включить законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в повестку дня. Однако большинство ПДС отказалось его рассматривать. Талантливая певица Анастасия Алентьева, также известная под сценическим псевдонимом «Асия», выступившая на международном фестивале «Дримфест» в Баку, дала эксклюзивное интервью нашему журналисту Екатерине Арнаут. Исполнительница рассказала о двух подготовленных для мероприятия песнях и призналась, что больше всего ждала выступления Джонни. В 2022 году Ася выпустила шестиминутный эмоциональный клип на трек «Лампочка», который стал очень популярен. Песня посвящена тяжелым переживаниям девочек, которым приходится сталкиваться со сложностями, бороться не только с собой, но и всеми обстоятельствами внешнего мира. Певица поделилась с нашей съемочной группой секретом песни, набравшей миллионы просмотров на просторах интернета. В сложные времена людям нужна поддержка. Эта песня как ничто поддерживает людей. Ко мне неоднократно подходили девчонки и говорили, что я плачу под нее или я вытаскиваю себя из депрессии благодаря этой песне. Поэтому я думаю, что какая-то лечебная ее сила помогает ей продвигаться. Певица также рассказала, что этой осенью у нее планируется насыщенный период, богатый на новые релизы. У себя в соцсетях Ася объявила, что 27 сентября состоится премьера клипа на песню «Несправедливо». Мы сейчас работаем над фитом с одним очень классным артистом, но, к сожалению, пока не могу назвать его имя. И работаю над несколькими сольными песнями параллельно, поэтому надеюсь, что осень у нас будет как раз-таки богатая на релиз. С особым посылом Ася обратилась ко всем своим поклонникам в Молдове. Дорогие друзья, жители Молдовы, передаю вам огромный привет. Желаю вам бесконечного вдохновения, счастья, здоровья вам и вашим близким. Ну и пусть, пусть на душе будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова